Друзья, приветствую! Азат из Ноябрьска, Хмау, прислал образцы масла Genesis Special SPX 020. Масло использовалось в автомобиле Haval Darga 2023 года с 2-литровым турбомотором GW4N20 192 силы с общим пробегом 18 тысяч с небольшим километров. Пробег на масле 7600 километров, 339 млч. Топливо, используемое, Газпром, нефть, G-Drive преимущественно. Так, давайте посмотрим, значит, вот с Total E эталон, и посмотрите, максимальное совпадение получилось, отличие на 2,2%, максимальное совпадение это Polymerium X-Pro 530, тоже шестой льсак, да, этот Лукоил. SP и по Эльсаку 6А. Даже, видите, Polymerium больше совпадает, чем Лукоил Genesis Armartec 540. Судя по этому, можно судить, что масло на гидрокрекинге, потому что Polymerium линейка PRO, она такая бюджетная, она без добавления PAO, поэтому я думаю, что и здесь PAO нет. Ну, на всякий случай, давайте посмотрим, покажу вам спектр на волне 722. Здесь привел я данное масло, красная линия, синяя линия, это чистая PAO шестерка, и черная линия, это VHVI шестерка от Toneco. Пусть вас не смущает, что Лукоил чуть ниже, чем VHVI, потому что здесь в любом случае пакет, загуститель, загуститель и пакет как минимум на минералке сделаны. Вот, ну, хотя Лукоил может и на гидрокрекинге загуститель делать, но я думаю, что они все-таки делают на минералке. Ее легче растворить намного и быстрее, и меньше затрат. Так, ну, как бы, не вижу здесь я PAO. Так, и давайте посмотрим, значит, значение по свежему маслу, который намерил прибор. Так, вот, видите, подписано Лукоил Дженезис, SPX 0.20. Так, окисление нитрования, видно, что СТРов нету здесь, 6.15 и 4.31. Ну, чистенько. Противоизносных присадок 1.28. Хороший такой уровень, я бы сказал. Это как-то даже, мне кажется, повыше, чем среднезольники фенольных антиокислительных. Ну, так, средненько 0.32, но зато аминных, посмотрите, сколько много, 1.33. Отличный уровень. Щелочное число 6.88 и кислотное 1.57. 6.88, в очередной раз повторяю, это ГОС для отработки, он слегка занижен. Вязкость данного масла 8.51. Соответствует, значит, двадцатке, все, как бы, здесь вопросов нет. Так, давайте переходим к отработке. Значит, вот, опять же, этот Лукоил, только здесь уже овал. Хмал, аббревиатура мотора и 339 моточасов. Так, по версии девайса, значит, 0.47% бензина. Небольшой процент, учитывая то, что это хмал. Ну, и окисление нитрования. И смотрите, опять окисление выше нитрования значительно. Позже прокомментирую это так. Противоизносных присадок остаток 38.5%. Фенольных антиокислителей не стало. Аминные тоже подсработались. Видите, остаток 29 примерно процентов. Вот, и что мы видим? Щелочное и кислотное масло сработалось. Щелочное ниже, чем кислотное. Все, как бы, здесь уже образование кислот, шлаков, шламов и прочих прелестей. Может происходить ускоренно. Так, вязкость немного просела. 8.18. Ну, совсем немного, учитывая, что полпроцента топлива. Ну, и в образце присутствует 0.06 воды. Возможно, это когда брали пробу или атмосферная влага какая-нибудь. Так, а сейчас возвращаю линейку. Покажу вам наглядно, какое разжижение в данном образце. Ну, видите, да, что абсолютно нормально. Ничего криминального. Линейка. Ну, процентов, наверное, 25 максимум по линейке. И прогноз. Так, значит, смотрите, что было, что стало. С учетом переката масло, по прогнозу, выдержало 300 моточасов. И самое поразительное, вот недавно видео было про Shell Helix Ultra ЕКТ. С-3 масло. Там и Kia Rio. Там прогноз такой же по километражу был, ну, без моточасов. И обратите внимание, снизу, вот линия синяя и красная. Здесь уровень окисления говорит о том, что смесь забеднена. И там точно такой же уровень был в Kia Rio. Это в свежий мотор. Вот. И примерно 60 на 40. И это наталкивает на мысль, что это не просто так, что в Kia тоже все нормально было. Просто это современные, видимо, настройки для того, чтобы сократить образование оксидов азота. Чуть забедняют, скорее всего, и экономия. И вот откуда эти горячие моторы. Ну, это как предположение. Вот, пишите, что думаете, да. Не забывайте поставить лайк, дизлайк. Подписаться на канал, поставить. Нажмите колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Вот. Что там такое? Какая-то уже система тут прослеживается. Надо в дальнейшем наблюдать. Особенно на свежие моторы смотреть. Вот как они будут. Ну, честно говоря, у меня такое подозрение. Впечатление создалось, что это сознательная настройка производителей. Вот такое забеднение какое-то. Ну, как по мне, масло отработало отлично. 300 часов для Эльсака. Вообще, как бы, вопросов нет. Ну, здесь много холостого хода, но тем не менее. Значит, благодарю Азата за предоставленные образцы, за поддержку канала. Всех, кто посмотрел данное видео, также благодарю. Желаю всем удачи и здоровья. Берегите себя и близких. Всем мира. Увидимся в следующих видео. Пока.